Занёс барашку в дом, обработал ей холку, и здесь у неё появилась маленькая подружка. Чёрная кошечка. Итак, третий день лечения, ей намного лучше. Вчера вечером ей было очень плохо. Она запрекидывала голову назад, открывала рот так сильно, как могла. Всё так, как при самых крайних стадиях коксидиоза. Еле переминала лапами. Я её вчера толкал под зад, а у неё просто передние ноги не шли. Вчера, когда я её уставшую с прогулки нёс домой, она сходила в туалет, прямо у меня на руках, такими непонятными соплями. Опять же, насильно напоил, растворил комбикорм в воде и ввёл ей два шприца. Подумал, что она давно не ела, может, у неё просто нет сил, чтобы двигаться. Всё время массажировал, разминал ей живот. И по совету дал ей активированный уголь. Уж не знаю, что именно ей помогло, но сегодня она начала сама пить. И смотрите, как резво двигается. Даже начала сама за собой ухаживать. Наконец-то сходила нормально в туалет, но пока что стул не восстановился. То, что она идёт на поправку, это, конечно же, хорошо. Но запах теперь от неё, конечно же, соответствует её жидким какашкам. Решил, что не помешает прогуляться и баранихи окрас Мадагаскар. Здоровая крольчиха не заставила себя долго ждать. Сразу же выпрыгнула из клетки. Посмотрите, как отличается подвижность здоровой крольчихи и приболевшей. Кстати, пока Гавана не заболела, они сидели вместе. Пришли в сад. Крольчиха Гавана сразу изъявила своё нежелание бегать по мокрому снегу. Сев под яблоню, где снег уже растаял. Мадагаскар же просто в замешательстве, потому что здесь она ещё ни разу не была. В отличие от Гаваны. И как бы моя больная не хотела бы не двигаться, её всё равно нужно заставлять это делать. Иначе как она выздоровеет? Двигаться-то, конечно, хорошо. Но вечером я ещё и сделаю массаж. Не повредит. Вы никогда не задумывались, какие следы оставляют кролики? Я, например, за свои 15 лет впервые обратил на это внимание. Ну вот наша прогулка и подошла к концу. Мадагаскар я оставлю на улице. А Гавана, пожалуй, передержу ещё одну ночку в доме.